Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А как они снимали этот фильм? Ну я думаю на камеру Да вы что? А как можно было снять Если территория так сказать оккупированная? Нет так это как бы Они снимали сам процесс оккупации Сам процесс Больное я слышал за него оскар получили даже это будет документальный фильм о преступлении россиян на территории украины для поколений а то есть это нормально да вы еврей а когда вы стали евреем самого рождения когда вы стали топить за бандеровцев а батька ваш бандера не мне интересно не подождите подожди мой еще подожди не торопись так быстро говорить я же тебя хочу вопрос спросить и когда стал топить за бандеров ты забыл львовские погромы ты забыл что ты забыл сколько наших братьев убил богдан хмельницкий ты это забыл ты забыл кого убивал степан бандера ты забыл давай сегодняшний сегодняшний история сегодняшний это мой еще не торопись больше не торопись мощи не торопись ты историю помнишь ты помнишь injected и моща помнишь львовских погром не подожди львовские погромы львовские погромы помнишь ты все все нисел львовские погромы помнишь модули сказать линик далее или нет скажи. Да, помню. Но я не живу историей, понимаешь? В современной Украине 70% избирателей выбрали всех президента евреев, да и что и русскоговорящего. Историей я не живу, понимаешь? Была инвизиция в Испании, что мне часто... Подожди, а среди евреев все хорошие и плохих людей среди евреев нету? О, ты видишь, ты видишь, как оно получается. А как ты думаешь, если 70% выбрали, он автоматически хороший? Они выбрали президента. Значит, камняков антисемитизма как минимум нету. Подожди, ты знаешь меня сколько здесь евреям обзывают? И некрасиво, как говорят. Смотри сюда, я тебе сейчас один умный вещь... Да мне похрен. Мне похрен. Тебе как похрен? Ты что? Брат еврей обзывает брата еврея, ты что? Смотри, я тебе один умный вещь скажу. Скажи, ты... Слушай, что такое делать акцент или нет? Не-не, я еврей тоже, как и ты. Я спрашиваю... Я людей по нации, не определяю. Как ты не определяешь? Почему ты за батька Бандера топишь? И... Странный вопрос. Я думаю, что я людей по нации не определяю, почему ты за батька Бандера топишь. Мой вопрос. Ты знаешь сколько Петлюра убил евреев? А вы знаешь, что в инквизиции убили евреев? Инквизиции. Да. Или в Германии нацистской. А в Германии нацистской. Знаешь что-то? Какие у тебя претензии к современной Германии за события он тебе сказал? А у Израиля нет претензий? Вообще нет. Да ты же... Подожди, подожди. Германия выплачивает... Германия выплачивает деньги? Гир, подожди, не торопись, мой шо... Германия с друзей деньги не берут. Она хочет сама. Как она хочет сама? Как она хочет сама? Ты сам хочешь кому-нибудь просто так деньги отдать? Смотри, она хочет сама дать деньги, чтобы был день. А ты не хочешь никому деньги дать? У меня претензии... Нет. Я не хочу дать. Не, подожди, мы Германия не берем, Германия на вас не нападала. Вы сейчас говорим про Украину, в которой ты слава говоришь, да? Давай вот про нее скажем. Слава Украине! Герои объектируют слава. Молодец, молодец, молодец. Вот я... Подожди, не торопись, мой шо... Слушай... 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 Хорошо, послушай... Не ругай. Зачем ты меня обзываешь? Я кричу, но ты нормально. Тебе не нравится, когда я так раз говорю с еврейским акцентом, да? То есть у тебя не еврейский, у тебя как-то в Кавкарске получается. Ты вообще? Да. Как ты нормальный? Кто тебя вообще такого воспитал? Где мама, папа был? Мне 45 лет. Я воспитывался тебя уже сам. Я уже человек взрослый. Понимаешь? А как ты вдруг стал батька твой Бендера, скажи мне? Никак не объясняю. Ты откуда родом? Ты родом откуда? Я... Это самое... Из Москвы. Ты из Москвы? Я... Как ты такой гнилой стал, э? Гнилой стал, э? Окей, посмотри, ты нацист сам. Я тебе что-то нацистский сказал вообще? Я тебе что-то нацистский сказал? Да. Что я тебе сказал нацистский? Твой акцент это уже нацистское тренинг. И я бухарский еврей. Какой нацист? Ты мацист? Ты что? Да. Ты что? Ты имеешь что-то против бухарских евреев? Нет. Нет, не имею. Нет. Но ты, еще раз говорю, ты людей бьешь по нации. Ты сам сказал. Ты сам сказал, что ты еврей. Где же 40%? Слушай, а вот ты... Подожди, подожди. Ты говоришь, что там за еврея 74% проголосовали, да? Она хороший, наверное, человек. Да, да. Слушай. Да, да. Слушай, слушай сюда. А вот ты представляешь, например, премьер-министр... Говори нормально. Говори нормально. Говори нормально. Премьер-министр Израиля Петро Голопупенко, например. Ты представляешь? Вот. Даже в Израиле менее толерантное общество, чем в Украине. Украинцы у нас не выбирали президента, а в Украине выбрали евреи от президента. У них самое толерантное общество сегодня в мире. В мире самое толерантное общество. Слушай, то есть, если много человек выбрать, значит, хороший человек надо брать, правильно? Нет. Еще раз. Но это показывает, что вы говорите, что там какие-то нацисты есть такое. Это неправда. Потому что эти люди могут выбирать все президенты евреи. А реально нацистская партия Свобода набрала 0.2%. А кто вот это был? Помнишь, когда они ходили с флагом Батька Бендера первого израильского посольства? Говорит, так не делайте. Они сказали, мы будем делать. Почему израильский посольство так не делает? Почему вот этот вот еврей, который 74% еврей... Ну, пожалуйста, нет этот цен? Послушай, который 70... У тебя бухарские евреи без... Подожди, не торопись, стой. Вот тебе и батька ваш Бендера. Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. На учет возьмусь. А воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали.